В российском министерстве иностранных дел высказались о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Реакция предсказуемая, все это чревато. Разговоры о желании североевропейских стран вступить в альянсы идут в последнее время активнее и активнее. Спикер парламента Финляндии Матти Ван Ханен говорил о том, что решение о возможном вступлении будет озвучено к 16 мая. В общем, ситуация на границе федерации становится все накаленнее и при этом внутри тоже неспокойно. Адиль Болтабаев о происходящем в России и рядом с ней. В России горят нефтебазы, военные училища. Курск, Белгород, Воронеж и другие регионы подвергаются обстрелам. Киев свое участие во всем этом отрицает, а Москва уверена, виновата Украина и надоумил ее пойти на такие шаги в Запад. На Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие. В Киеве это восприняли как руководство к действию. Что примечательно, официальный представитель МИДа России Захарова обвиняет Украину только в обстрелах приграничных районов. А вот о пожарах на стратегических объектах внутри страны официальная Москва вообще старается не говорить. Российские власти спускают тему на тормозах, они не хотят ее педалировать, понятно почему. Потому что российское общественное мнение в результате вот этих вещей не столько возмутится, сколько испугается. То есть вот это ощущение, что победой и не пахнет, оно и без того есть у россиян, и оно крепнет. Неспокойно не только внутри России, но и у ее пределов, Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО. И Штаты ждут их с распростертыми объятиями. В сети появились видео, на которых якобы финские танки едут к российской границе. А накануне их армия провела коллективное учение с Англией и США. Я думаю, мы найдем способ сохранить мир. Полагаю, вы о вступлении в НАТО? Да, я об этом. Если финны и шведы присоединятся к военному блоку, случится то, чего так опасался Путин. НАТО подойдет к России вплотну. И если это произойдет, никакого смысла требовать нейтрального статуса Украины у Кремля. Уже не будет. Политолог Аббас Галямов предполагает, именно 9 мая, которое совсем близко, Путин может объявить о завершении военной операции, но не только это. Чтобы не выглядеть смешным, а выглядеть грозным и страшным, он присовокупит ядерным оружием к этому заявлению. Что-то типа, знаете, мы победили, цели операции достигнуты, мы готовы. Мы прекращаем огонь, а Украину предупреждаем. Если они сейчас не сядут с нами за стол переговоров и продолжат боевые действия, попытаются вернуть захваченные нами территории, то мы нанесем удар тактическим ядерам оружия. Вот что-то подобное, я не случайно, он проделает. Как по мне, истинной победой стало бы прекращение огня и мирные переговоры. Уверен, это стало бы настоящим подарком всему миру великий день. Адиль Балтабаев и Нурлан Аль-Мухамбетов специально для студии 7.